Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о новых покупках в магазине FixPrice. То есть в магазине небольших фиксированных цен. И первое, что я хочу вам показать, замечательная вещь, супер бюджетная находка, это, внимание, что-то на чем я сейчас очень удобно пружиню. Это вот такая вот замечательная подставочка, очень упругая, как вы видите. Здесь очень плотный такой металлический каркас. Здесь такие пупырушки. Конечно, есть какие-то маленькие вот ниточки, что-то тут висит, но это не так важно. Ребята, это стоит 77 рублей. Это даже не 100 рублей. Для тех, у кого есть какие-то небольшие проблемы со спиной, да и в принципе это правильная посадка, когда поясница чуть-чуть выгнута, в правильной позиции находится позвоночек, и ему легче, то есть не будет болей. Очень советую вам вот такие штучки приобрести для своих детей. Это опора для спины, именно так она и называется. Может надеваться на любое кресло, а также может просто ставиться к подушечке кресла. Как мне говорят мои врачи, с вашей цирковой спиной, то есть я танцевала с детства, профессионально занималась фигурным катанием в детстве, потом был гитис, и очень много фехтования, и очень много танцев, гимнастики. Я участвовала в мюзиклах, то есть в общем-то, в принципе, я привыкла заниматься по 4 часа в день такими вот довольно сложными видами хореографических и гимнастических упражнений. Конечно, мой позвоночник уставший, немножко замученный, честно говоря. Есть некоторые проблемы. Эта опора для спины поможет мне, когда я занимаюсь со своими учениками, например, по скайпу, или сижу и монтирую видео для вас, или снимаю видео. Вот теперь, видите, мне гораздо удобнее сидеть, у меня такое ощущение, что я немножко так на качелях. Следующая вещь, простите, будет немножко шуршать. Это вот такие вот накладки для мебели, самоклеющиеся. Очень удобная вещь. Когда-то я покупала такие в пятерочке, но их было, по-моему, 4 вот такие вот штучки. Стоили они 150 рублей. Ребята, это стоит, сейчас скажу вам, сколько. Набор наклеек для мебели, вот такой стоит 50 рублей. Представляете? Это еще не все. То есть вот здесь еще полный, большой вот такой вот пласт. Это из этого самого материала. Вы можете любые большие квадраты самостоятельно вырезать, если вам не подходят вот такие вот малыши. Также есть вот такие вот маленькие пупырчатые, как я их называю, наклеечки. Они такие пластиковые, гелевые. То есть их можно наклеить под маленькие-маленькие какие-то предметы, которые у вас, например, стоят на столе, которые вы постоянно двигаете. Ну, например, какие-то свои шкатулочки и так далее. То сделайте им маленькие ножки. Я купила сразу два. Друзья, за такую цену у нас нет ковров. Как вы, наверное, уже видели в моем видео о нашем роботе-пылесосе домашнем. Я предпочитаю, ну, такие чистые полы, которые легко пылесосатся. И, соответственно, я не хочу, чтобы они были поцарапаны. Да и, в принципе, я не люблю, когда очень громко движутся стулья. То есть я как кошка от всего подпрыгиваю от таких неприятных звуков. Вам рекомендую вот эти вот штучки приобрести, наклеить на все свои стульчики, которые вы движете, и ваши полы будут в полном порядке. Что это такое? Как вы думаете? Ну, для тех, кто уже покупал эту вещь, конечно, не будет являться открытием. Но я не поняла абсолютно. Первый раз, когда я прошла, я решила, что это упаковка подарочная, потому что в фикс-прайс, как я вам уже показывала, очень много красивых, очень недорогих упаковок. И потом, как-то я так вот потянула заверх, и хоп! Передо мной открылось зеркало. Это раскладная шкатулка, представляете? Супер удобная вещь. Это очень плотный картон. Он очень хорошо ламинирован, да, такой плотненький. Его можно мыть. Для чего такая вещь может быть использована? Во-первых, ну, конечно же, для подарка. Можете положить что-то в него, какой-то подарок, или даже просто денежку, захлопнуть, и пускай именинник решит сам, как это открыть. Особенно еще, если вы повяжете красивой ленточкой, вообще будет супер. Подарок стоит эта коробочка 99 рублей, но как буду использовать ее я? Обычно я заранее готовлю все вещи, которые надену на следующий день. А также я готовлю ту косметику, которую я буду наносить утром, если у меня очень-очень мало времени. Если, например, я встаю в 6 утра, такое бывает, и через полчаса мы все куда-то вылетаем, то, естественно, я не хочу слишком много тратить времени на сборы. Поэтому я все делаю заранее. Эта коробка поможет мне организовать мое пространство на туалетном столике, потому что моя косметика с вечера обычно вот так просто лежит на туалетном столике, все катается, это неудобно. И, естественно, все помады, тушь можно вот так по диагонали положить, тоже умещается, все румяна. Ну, естественно, рядом будет стоять стаканчик с кисточками. Все! Это будет занимать минимум вот такой квадратик места. Кто любит организовать свое пространство, кто любит, чтобы что-то вот такое вот красивое стоялось, в принципе, на нее сверху тоже что-то можно поставить и хранить в ней что-то другое, не обязательно косметику. Там другая конфигурация, такая более плоская, с выдвижным ящиком, похожим на детскую такую мебель, да, кукольную. Но мне понравилось именно вот это, потому что я считаю, что именно она поможет мне действительно организовать пространство и как бы расчистить место на моем туалетном столике. Не могла пройти мимо вот такой вот прекрасной молочной кружечки в пупырышках. Ну, я не знаю, я маньяк, наверное. Мне очень нравится вот такая вот структурная, объемная, да, не просто гладкая, а что-то вот такое вот интересное. Ти написано, очень нежненькая, ну, в общем, наверное, по цвету моих обоев вы видите, да, что такой цвет мне нравится. Молочный, такой цвет ряженки, что-то вот такое кремовое. Я очень люблю этот цвет. Там огромный выбор кружек, стоят они 50 рублей, ребята. Но как-то однажды я своим знакомым в студию звукозаписи принесла несколько таких кружек. Они просто были поражены, какие красивые кружки, и уж я не стала говорить, где я их приобрела, и все ими с удовольствием пользовались, и угощали гостей кофе, чаем, народных артистов, и никто не мог догадаться, откуда взялись такие красивые кружки. Очень вам советую зайти и просто посмотреть там посуду. Как вы видите, она очень недорогая, и такая аккуратная, очень сделанная, красивая. И следующие две мои находки. Стоимость их по 55 рублей. Ароматизаторы воздуха. Очень красивые. Они состоят из вот таких вот шариков, которые наполнены ароматным составом, которые раздуваются, наверное, вы знаете, гидрогелевые, кстати, как патчи. Активировать их надо вот таким вот образом, снять фольгу здесь защитную, пленочку, и обратно закрыть, поставить в туалетную комнату. Когда они высохнут, эти шарики можно заново наполнить водой чистой и добавить туда, например, ароматизированное какое-то масло. Я уже приобрела фикс прайс по 77 рублей. Вот такие вот два масла ароматических. Это стопроцентный натуральный продукт. Из Индии это масло. Одно я приобрела лавандовое, и второе пион. В розовые шарики добавлю, потом пионовое масло. И лаванда мне очень нравится, я люблю аромат лаванды, поэтому я ставлю это в свою туалетную комнату, которая пользуется чаще. Я буду добавлять дальше то же самое лавандовое масло. Кто-то уже такое делал, напишите, пожалуйста, получилось ли у вас. Мне кажется, это несложно. И следующая замечательная штучка, вот такая вот смешная, в виде апельсинчиков на резиночке. Маска для глаз. Вот такие вот очки. И давайте померим. Привет вам, люди с апельсиновой планеты. Такой плотный материал. Внутри он наполнен гелем, который прекрасно застывает в холодильнике. У меня есть подобная маска, но она полностью на все вот так вот лицо. И она очень сильно холодит, переносится. Мне это не нравится. Я не хочу схватить гайморит. Поэтому я хотела вот именно вот такие вот маленькие. И еще момент. Я не буду класть ее в морозилку. Я буду держать ее просто в холодильнике. Вот в этом пакетике. Утром можно было легко избавиться от каких-то, может быть, там, отеков. Или просто быстренько взбодриться. Я думаю, даже если болит голова, то ее можно надевать на лоб. По-моему, вещь очень хорошая. Стоит она 55 рублей. Там есть разные фруктики. Очень вам советую. Кстати, будет отличным подарком для вашей мамы или бабушки, если у них есть отеки под глазами. Для нас с вами, девушки, это прекрасная находка, я считаю. Тем более за 55 рублей. И следующая замечательная вещь. Посмотрите, какая красивая рамочка. Сэмли. Я думаю, поставить сюда фотографии нашей семьи. Из последней, например, нашей поездки в Санкт-Петербург. Кто не видел наш влог, посмотрите, пожалуйста. Он есть в моих видео. Смотрите, какая красота. Это стоит, ну вот тут уже видно, да, 99 рублей. Там есть различные цвета, она очень-очень аккуратненько выполнена. Нигде не треснута, нигде не поцарапана. Мне почему-то захотелось беленькую. Ну, а вы выбирайте сами. Я думаю, за 99 рублей вот такого качества рамочку вы дешевле нигде, в общем, не найдете. И теперь пара вкусняшек. Marshmallow, One Damn. Мы уже не первый раз вот такие вот вещи покупаем. Нам очень нравятся. Однако мы их приобретали в другом магазине. То ли в Перекрестке, то ли, ну, в общем, где-то в продуктовом магазине, в большом супермаркете. И там они стоили в два раза дороже. Здесь они стоят 55 рублей. Ребята, ну это огромный пакет. Любят вот эти вот воздушные, жевательные штучки. Они там есть. Они там есть разные. Финальный продукт на сегодня. Вот такие вот бананы. Ребята, как это вкусно. Как вы видите, уже одной пачки нет. По дороге просто в машине мы их съели моментально. Здесь 100 грамм. Стоят они, вы не поверите, стоят они 50 рублей. Представляете? То есть в других магазинах похожие стоят от 150 и выше. Что в них замечательно, друзья? Ну, во-первых, это российский полностью продукт. Во-вторых, они изготовлены без сахара вообще. То есть так и написано. 100% натуральный продукт. Только бананы. Он может заменить два батончика с лихвой шоколадных. Всяких там баунти или еще чего-то. Для ваших детей в школу, в детский сад и куда-то в дорогу перекусить. Замечательная вещь. Очень советую вам обратить на них внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если да, поддержите, пожалуйста, его пальчиком вверх. И оставьте свой комментарий. Не стесняйтесь рассказывать о том, что вы приобретаете в магазинах Fixed Price. Если, конечно, вы туда заходите. Давайте делиться опытом. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо вам большое за все комментарии и вашу поддержку. Желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Обязательно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok